Борьба только начинается. Все самое интересное и самое лучшее для нашего города впереди. Но только обязательно с вашей поддержкой, дорогие петербуржцы, дорогие мои земляки. Так будет, обязательно победим, победа будет за нами. До здравства, справедливой России. Ура! Наш сенат Сергей Миронов! Наш сенат Сергей Миронов! Народ за Миронов! Народ за Миронов! А вот у меня к вам такой вопрос. Вы депутаты от партии «Справедливая Россия». На ваш взгляд, все же знают, что Сергей Миронов – это друг и преданный товарищ Владимира Путина. И «Единая Россия» всегда выступает как партия, которая взяла на себя этот проект. Да, да, да. У меня вопрос такой. На ваш взгляд, зная прекрасно преданность Миронова реформам Путина со стороны Тюльпанова, это было порядочно или непорядочно по отношению к их лидеру Путина уничтожать третьего человека в государстве, достаточно преданного тому лидеру, о любви к которому они говорят. Я бы сказал здесь по-другому. Я бы сказал по-другому, знаете, здесь. Во-первых, преданность, надо рассматривать Миронову, значит, преданность народу, преданность его единству и желание построить именно социализм в нашей стране. О том, чтобы было кругом справедливо, было кругом, ну, не только справедливость, а было отношение ко всем людям так, как должно быть, как и строится во всем мире. То есть мы должны жить достойно. Вот это хочет Миронов. Меня интересует Тюльпанов. Человек представляет партию Путина и уничтожает человека, который, в общем-то, Путину ничего плохого не сделал. Хорошо. Вы верите сами, что Тюльпанов проявил инициативу, а это не было ему спокойно сказано по телефону, либо в личной беседе? Мы, конечно, люди очень доверчивые, россияне, но в это очень тяжело поверить, что человек... Может, это Матвиенко, может, это Матвиенко. А Матвиенко, она не член партии, и она не знает, что делает другая рука. Это очень сомнительно. Насчет дружбы между собой, дружи с кем хочешь, но Родине служить надо, а не прислуживаться за зарплату и там привилегии какие-то. А насчет того, что Тюльпанов делает неправильно, время надо рассудить. Если бы власть в лице Путина считала, что инициатива Тюльпанова должна быть наказуема, отригрывали бы сразу. Так как это не личная инициатива, реакции пока мы не видим. Ну, Путин становится заложником Единой России. Это же... Вообще-то очень смело высказывать насчет того, что премьер-министр становится заложником даже такой гегемонской партии, как Единая Россия. Нет, но вы же знаете... Все объединяются для того, чтобы поддержать Единую Россию. Вы же знаете, что у Миронова вообще была совершенно другая идея. Если честно, Миронов хотел, чтобы Путин выдвигался независимо от Единого. Вообще-то это правильно, потому что у нас, когда выдвигается человек от партии власти, к ноябрю будет ясно, стоило выдвигаться от партии. Почему? Если брать объективно, рейтинг-паттерн и достаточно невысок, поэтому они идут на впечатление собрать всех профсоюзов, тех, кого легко прикормить и прикупить. Кликни-клик, кто-нибудь откликнется, потому что среди своих-то уже много не наберешь. А по регионам рейтинг партии заключается в переносных урнах. Если хотят справедливые выборы, нужно отменить переносные урны и считать только голоса тех, которые приходят на выборы. Потому что административный ресурс никто не отменял. И количество выигравших на выборах зависит напрямую от урн. Урны бросают за партию власти, потому что она представляет народ, она кормит администрации сельских советов. И так же само у них на зарплатах сидят все социальные службы, которые планомерно в рабочее время обрабатывают народ, для того, чтобы они проголосовали за кого угодно. Хотя им до лампочки и не важно, и они просто показывают пальчиком, где проголосовать. С трудом различая партии «Справедливая Россия» или «Единая». Да, они могут отличить коммунистов, но для пожилого человека «Единая Россия» и «Справедливая» — это темный лес. Так что... Медведев Владимирович, честно, если Медведев и будет операция, они могут, кстати, условно говоря, отдать «Справедливую Россию» к Медведеву, потому что человек... Так не должно быть. Так должно быть. Но имеете в виду, что может произойти? Медведев все-таки либерал, да? А либералы непроходимые в нашей стране. Но 7% никак. Ни Союза прав, все никак. И вот что может быть страшного? Вот эта разница между Мироном, Владимиром Владимировичем, и Медведем. Ну, есть поскольку, что... Медведев не будет возглавить, а проводить по списку... Будет, там, вот этот либеральный блок, в котором он, конечно, тяготеет больше, чем Мироном в народе. Да, это согласен. Да, его жален, наверное. И чтобы у вас, он тягот, будешь с вами, и вообще, у вас, видишь, у вас не обогонят, потому что либеральный лагерь... Вообще, вы Бога говорите правильно. А чьи гидры... Знаете, у вас, значит, он против гидры. А либеральный, я понял, понял. Да, 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 да. Это окружает, да, да. Да, то есть, они никакого не имеют на что сказать. Воспользуются брендом, 10-15 центра себе забрать, но список поменять. Список поменять, а управлянцы остаются те же, по сути дела. Да, да. Не те же. Не те же. Управлянцы те же. Не добавляется? Почему они раздули аппарат для того, чтобы... Не, я потом... Это, это добавляется аппарат для управления. А управлянцы как бы так остаются? А, в смысле, верхушка? Конечно. Да, да, да. Да, да. Вот ваше мнение, вот, вы знаете, что проводились опросы... Вы знаете, я хочу сказать, что я... депутат, законодатель собрания Тельской области 3-го, 4-го созыва. И я знаю, как, в принципе, делается вся погода и вся кухня, когда надо какие-то законы либо протащить, либо кого-то утопить. В данной ситуации мы рассматриваем то, что происходит сейчас, как бы, процесс, ну, попытка задушить, значит, демократию самому зародышу. И я бы привел такой пример. В свое время, чтобы Герострат прославится, взял поджог храм и заработал такая слава, так называемая Геростратову слава. Вот сегодня, значит, сегодня наше собрание законодательное в Ленинградской области, оно уподавляется этой Геростратовой славой для того, чтобы заработать себя и прославить в истории нашего российского государства. Я думаю, что это у них очень, ну, не пройдет это, потому что за этим кроется большая ложь, прежде всего. А Миронов нам необходим для чего? Во-первых, он необходим нам, как оплот демократии, он необходим нам, как народный и мудрый руководитель, который способен управлять обществом и даже государством. Я бы здесь такую вещь сказал. С моей точки зрения, именно Медведев должен был бы опереться на партию «Справедливая Россия», потому что мы являемся именно той прослойкой между «Единой Россией» и, значит, народом, который может смягтить вот этот буфер, который на нас все время накатывает вот эта партия «Единой России». А мы, как партия «Справедливая Россия», как партия «Демократия», способны управлять и обществом, и способны дать народу то, что им надо. А ему надо первое что? Хлеб, спокойствие. Ему надо необходимо, прежде всего, работа и нормально жить по-человечески. Мы достойны. После Великой Победы в 1945 году мы должны, честно говоря, сидеть на золотых унитазах. А у нас этого нет. У нас разбитые дороги, у нас, значит, кругом разоренные колхозы и совхозы. А мы, партия «Справедливая Россия», во главе с Мироновым и во главе даже с государством, во главе с ним, способны устранить все недостатки, которые я сейчас перечислил. Поэтому именно мы стоим за Мироновым, за его партию, и стоим просто как за человека, который способен управлять, в общем, способен управлять партией государством. Вот и все, к ним надо не достраивать капитализм. Потому что это так и есть. Это целый заговор. Да, да, да. Вообще-то в вашем вопросе, честно говоря, кроется очень глубокий смысл. Смысл, прежде всего, в том, что из головы государства, из президента Медведя убирают народность. Дело в том, что если Миронов является народным руководителем, его народ очень любит и имеет харизму именно управления народом, то, значит, сейчас данная ситуация убирает из-под стула Медведева, убирает именно народного руководителя. Это очень страшно. Почему? Потому что этим самым теряется, нарушается принцип независимости. Это очень главный вопрос. А убирая принцип независимости, глава государства теряет импульс между народом и самим управлением. Вот это очень тонкая черта. Поэтому, если бы, конечно, дошло до самого нашего руководства государства, что так делать нельзя, что вот этим действием, которое сегодня Дума будет принимать, мы нарушим принцип независимости. Это очень опасно. А это означает, что будет дестабилизация в обществе. Это означает, что 17-й год, который был здесь, который здесь в Питере у нас был, может повториться и опять уйти из Питера. Это допускать никак нельзя. Вот это очень важно. Продолжение следует...